Село Владимировка, Рыбницкий район, здесь всего 15 дворов, 70 жителей, в основном пенсионеры, детей мало, на одной руке можно пересчитать. Я, Кристина, Вадима, Саша и Мария Пятера. Так и в футбол играют, большую команду не собрать. Иногда хотелось бы, чтобы нас было больше, чтобы всегда ходить вместе, чтобы вместе играли. Иногда бывает такое, что когда нас мало, не очень так интересно. Мы любим играть в прятки, бегаем по домам. Заброшенным домам их в селе много. Здесь когда-то была мельница помещика Гойлова, теперь руины. А это местный магазин, на дверях замок, за продуктами в соседние попенки. Там и школа, детей возят на автобусе. Не то, что раньше, говорят местные, село было большое. Детей было очень много. Взрослых, ищли в школу, любому было подивиться. А сейчас что, пять учеников осталось. Самому младшему, семь лет, с 2016-го во Владимировке не родился ни один ребенок. Тут нема кому рождаться, потому что вся молодежь уезжает, работы нема. И что они будут делать? Аня в 10-м классе, учится в попенках, строит планы на будущее. Лучше будет всего уехать, потому что тут возможности нет абсолютно никакой. Ну, нет смысла оставаться тут, нет никакой перспективы. Рождаемость, низкая факторов, несколько экономическая нестабильность. Еще социологи говорят, модель семьи меняется. С патриархальной на партнерскую. То есть последние исследования показывают, что современные молодые люди хотят делить обязанности поровну. Родительские установки значительно меняются. Больше времени тратится на работу, на карьеру, на личную жизнь. И роль детей несколько снижается в современной семье. От этого, конечно, установка идет только на одного ребенка. С 1960-х в ПГУ мониторят демографическую ситуацию. В советское время рождаемость намного превышала смертность. Приднестровье еще в рамках Советского Союза был очень привлекательный для мигрантов. И, естественно, больше сюда приезжало людей, чем выезжало. В 90-м году родилось 12 043 ребенка. Ну, давайте сразу скажу, в прошлом году родилось 2820. То есть разница колоссальная. Статистика по Приднестровью за последние 33 года. В 90-м рекорд родились более 12 тысяч детей. В 91-м почти 11 тысяч. Дальше снижение. В 90-е годы, когда изменилась ситуация на всем постсоветском пространстве и политической, и все, конечно, был, как говорили тогда, акушерский провал. Количество родов уменьшилось в разы. Интересное исследование приднестровских ученых у молодежи спрашивали о гражданском браке и детях. Девушки очень позитивно относятся к гражданскому браку и хотят рожать детей в такой форме брака. А вот молодые люди относятся к этому более серьезно. И они планируют заводить детей только в официальном браке. Сейчас в год в Приднестровье на свет появляется до 3000 малышей. Такие тенденции, они характерны и как для Приднестровья, так и для Молдовы, так и для Беларуси, так и для большинства регионов Российской Федерации и для стран Европы. В нашем Приднестровье за первые пять месяцев у нас родилось в нашем центре 555 детей. Ситуация такая, что вот количество женщин фертильного возраста, которая в настоящее время живет в нашей республике, соответствует как раз тому количеству родов, которое происходит у нас. Это центр матери и ребенка в Тирасполе. Рост 50, вес 2,590. Немножко маловато, но девочка должна быть стройненькой, поэтому... Маленькая Валерия родилась 1 июня. Мы аж с Каменки сюда приехали рожать. Рожали первого сына здесь и решили, что дочка тоже должна здесь родиться. В День защиты детей в Тирасполе на свет появились 4 ребенка. Три девочки, Мелисса, Валерия и Николь, и мальчик Лев. Срок ставили на 8 июня. Решил пораньше появиться. Очень рады, все не ожидали, потому что я ей не говорила, что в родах. Никто не знал? Нет. И тут я пишу неожиданно, говорю, все родила. В смысле родила? Сюрприз, прямо на праздник. На днях у нас рожала женщина 46 лет. Она родила второго ребенка. Разница между родами 26 лет. Она уже дважды бабушка. И родила прекрасную девочку. Рождаемость надо повышать. Об этом на неделе говорили на совещании у президента. Работа комплексная. Нужно решить много вопросов. Возможность получения образования, высшего образования, профессионального в рамках республики. Второе, это, конечно, возможность получения жилья, субсидий на жилье, для того, чтобы молодые люди связывали свое будущее именно со своей республикой. Третье, это, конечно, возможность получения материнского капитала, может быть, на второго ребенка, для того, чтобы, скажем так, снизить экономическую нагрузку на молодую семью и таким образом повлиять на увеличение рождаемости. Важно создать условия и в городах, и селах, чтобы молодежь оставалась. Дома культуры, больницы и поликлиники, детсады и школы. Это обсуждали и на встрече президента с районными депутатами в Каменке. За последние шесть лет школы не сокращены и ни одной. Наоборот, мы только еще открыли пару школ. Школы мы сокращать не должны. Но есть, например, обстоятельства некоторые, где школа сама по себе может прекратить существование. Какие это обстоятельства? Например, отсутствуют преподаватели, отсутствуют ученики, классы и так далее. Никто рубать с плеча не будет, ни в коем случае. И если, например, есть школа в селе Большая, рядом село, можно допустить, например, обучение соседнего села в этой школе, учитывая, что там есть весь штат преподавателей и так далее, но с тем посылом, чтобы мы обеспечили начали автобус, логистику. Село Фрунзе. В местной школе 120 учеников. Дети из шести сел Слободейского района. Утром всех собирает автобус и привозит. В 2021 году дали новый школьный автобус. Пока нет проблем. А до этого был школьный автобус старый, было трудно добираться, потому что часто ломался, приходилось добираться на маршрутке, и из-за этого, бывало, опаздывал на уроки. Это девятый класс. Пишут экзамен по математике. Что решила? Восемь заданий. Всего их сколько? Пятнадцать. Здесь все функции, дроби, графики. Какие планы дальше после девятого класса? Десятый. Здесь в школе остаются? Костя из Приозерного, учится во Фрунзе, оканчивает одиннадцатый класс. Дальше поступление в ТЮИ. Работы здесь конкретно нет. У нас вот работа только вот ДК, магазин, и то закрылся сейчас. И все, в принципе, работы здесь нет. Полей вокруг негде работать. Поля, ну, на них не работает. Только огороды, да? Только огороды, и все. Это одна из причин, почему люди уезжают. Хотят денег. Здесь негде заработать их. Это еще одна проблема. В селах работы мало. За лучшей жизнью приходится ехать в город. Кристина вернулась в Приозерное на каникулы. Сама живет в Тирасполе. Ущится в ПГУ на историка. Приозерное – это второе название села. Первое название – это Варвара. Раньше здесь жила помещица. Варвара. Да, да. У которой, собственно, можно было остановиться, переобуть лошадей и так далее. А в последующем, уже как бы при советской власти, вокруг вообще этого села очень много озер. Отсюда и название – Приозерное. При советской власти здесь было довольно-таки хорошо все развито. Колхозное, как бы, хозяйство. Много жителей. Да. То есть, каждый дом был заполненный. И, то есть, садик функционировал. Сегодня из цивилизации в Приозерном только ДК и ФАП. В селе 200 жителей. Вот 1 июня мы проводили. День защиты детей. Сколько детей было на празднике? Детей 20 было. Это все, кто есть? Все, все дети, да. С рождаемостью как у вас в селе? Тоже плохо. Не очень, не помню. В прошлом году, по-моему, один ребенок родился. Тяжело в последние годы, потому что жители начали уезжать за пределы ПМР. Много, конечно, послужившейся обстановки в последнее время, да. Как бы, ну, ничего, все равно жизнь есть. В Приднестровье продолжает жить. Рождаются дети хоть и не так много, как в советское время. Работают сады, школы. Есть детские и спортивные площадки. Вопрос повышения демографии открытый. Как решить проблему и четкий план действий? Еще будут обсуждать у президента. Редактор субтитров А.Семкин